Благодарю вас, уважаемые экипиренбольщицы, что пригласили. Вот, соответственно, вас интересуют какие-то вопросы. В принципе, на эти вопросы я готов ответить. Ну, а так, мне бы хотелось знать, кто на встречах со мной уже был. Есть такие? Ну, почти все. Поэтому знакомиться почти что не нужно. Хотя, в принципе, конечно, немножко. Хочу рассказать. Тем более, что вы сейчас можете по интернету столкнуться с одним неприятным делом. Может, некоторые уже прослушали. Вот. Следовательно, я вас должен поставить в известность. Суть в чём. 3 декабря в Омске состоялось судебное заседание. Оно касалось двух моих книг. От Ариев Крусичем и от Русичей Кроссиян. Ну, соответственно, нечего было ждать, что это судебное заседание можно было выиграть. Ибо там заранее уже все вопросы были решены. Разумеется, я присутствовал на этом заседании. Никогда не уходил от подобного рода вещей. Вот. К чему это заседание свелось. Поначалу было представление прокуратуры. Вот оно у меня здесь есть. Просто в нём говорится о следующих вещах. Что книги содержат психоэмоциональные и косвенные признаки экстремизма. Ну, это, в принципе, как говорится, мнение прокуратуры. В обоснование своего мнения и своего представления они положили две экспертизы, которые делали представители Государственного университета Омского. Вот. И эти две экспертизы по своему значению неоднозначны. Одну делала Бутакова. Вот. Ей задано было шесть вопросов по поводу этих книг. Она по двум вопросам ответила как бы в пользу автора. Какие это вопросы? Я сейчас постараюсь зачитать. Чтобы было это всё понятно. Четвёртый вопрос. Содержится ли в тексте информация о исключительности происхождения либо рождения по признаку отношений, отрицательного отношения к религиям, социальной, расовой и прочей национальной принадлежности? принадлежности. Если да, то какие и каким образом они выявляются? В тексте есть лексические и словообразовательные средства, которые выражают отрицательные эмоциональные оценки и негативные установки автора в отношении этнических лиц еврейской национальности. вот это к этому делу. Дальше. По шестому вопросу. Содержится ли в тексте, выраженной языковыми средствами, призывы к ненавистью, к насильственным действиям в отношении представителей отдельных наций, рас, народностей, религий и так далее? Ответ. Автор не призывает к насильственным действиям. Он акцентирует мирный путь выхода из кризиса, проведения реформ, не исключающих дискриминации русского народа, основной массы населения страны. Ну и так далее. То есть, с одной стороны, как бы, содержатся оправдательные вещи, с другой стороны, есть, как бы, вопросы, связанные с психоэмоциональным выражением своего отношения и косвенным, так называемым, признаком. Вторая, значит, эксперт, это, фамилия ее, Пясецкая. Вот, например, по второму вопросу дает следующий ответ, сам вопрос читает. Содержится ли данных материалов, информация, направленная на формирование побуждения к прямым действиям агрессивного, либо экспансивного, противоправного характера, направленных против представителей отдельных наций, религий, политических течений, властных структур, социальных групп и так далее? В ответ, в предоставленных материалах не содержится информация, прямо побуждающая к деструктивным действиям асоциального, агрессивного, либо экспансивного, противоправного характера. направленных против представителей отдельных наций, религий, политических течений, властных структур. То есть, казалось бы, вот эксперты дают такую характеристику, и, соответственно, я когда выступал, я им сказал, я говорю, вот видите, вот эти пункты, а их здесь три в целом, они четко указывают, что никакого радикализма, никакого экстремизма в моих книгах нет. Другое дело вопрос психоэмоциональных, так сказать, оценок и косвенных признаков. Но здесь вопрос же ведь очень четко стоит. Надо смотреть в содержание книги или книг. На что направлено содержание и вообще направленность самих книг. Поэтому, когда я объяснял, я им говорил очень просто, что мои книги в данном плане направлены, во-первых, на раскрытие прошлого славянского, это первое. Второе. На поиск путей и возможностей усиления России, это прежде всего. Поэтому, коль эксперты этими вещами не руководствовались, естественно, они не могли правильно поставить вопрос, в частности, и того психоэмоционального плана, который в этих книгах содержится. Ну, разумеется, мои слова не были приняты судом во внимание. Поэтому суд, основываясь только на психоэмоциональных и косвенных признаках, принял решение включить эти книги в список запрещенной литературы. Поэтому, так сказать, вот такое решение состоялось. Но самое-то главное, когда я доказывал, что включать нельзя, я обосновывал это тем, что книги выпускались еще в 2005 году, сейчас практически у меня лично их нет уже более полутора лет. Вот, сколько у издателей, я не знаю, но тоже, вероятно, небольшое количество. Как бы, интерес к ним уже в значительной степени погас, поэтому смысла их запрещать никакого я не вижу. Более того, если это, так сказать, запрещение состоится, то вызовет просто излишний, может быть, даже ненужный ажиотаж среди определенной части наших людей. Однако, на вот это мое высказывание представитель Министерства юстиции выразился так. Ну, будет ажиотаж или нет, это еще вопрос. А нам подобного рода запрещение необходимо для того, чтобы привлекать издателей этих книг и распространителей к уголовной ответственности. Вот так вот широко они трактуют вопросы борьбы с так называемым экстремизмом. Я по-другому этого говорить просто не могу. Это, к сожалению, но это сейчас так, и никуда от этого не уйдешь. Почему я вам об этом говорю, я бы мог не говорить. Просто будьте осторожнее, ибо я уверен, что сейчас по интернету начнем предлагаться эти книги, выпускаться, даваться адреса и так далее, и так далее. Может быть, даже специально будут делать такие вещи, чтобы потом тех, кто эти книги будет приобретать, через интернет-магазины и прочее, чтобы этих людей потом привлекать к ответственности. Извините, вы сказали распространителей. Если я ее покупаю, я тоже привлекаю, что для себя, например, тот, кто продает? Ну, тот, кто продает, здесь имеется в виду. Распространителем является тот, кто продает. Хотя я должен сказать, что здесь тоже ведь вопрос такой. Ну, человек распространяет книги. Он, как правило, имеет не одно направление каких-то книг, а имеет широкое количество названий книг. И распространителю-то важно получить какую-то прибыль в этом отношении. И здесь, естественно, возникает такая ситуация. Ну, докажите, что это злой умысел, что именно эту книгу он распространяет, поэтому вот он такой нехороший, и его надо привлекать. Так что в этом плане тут много таких вопросов возникает, которые, в принципе, они сами попадают, в общем-то, в ситуацию, которую труднодоказуемая по сути. Но мое дело, коль уж две моих книги попали в этот список, предупредить вас, что такое решение состоялось, и чтобы вы были в дальнейшем в работе с литературой, там какой-то, были осторожны. Вот все, что я могу сказать. А ссылки на эти книги теперь тоже запрещены, да? Ну да, разумеется. Извините, разумеется. Потому что во время заседания... Нет. Во время заседания выявился такой факт. У меня есть ссылка от Алиев-Крусича на славяно-арийские веды. Есть там такой факт. Они принесли бумагу, в которых изложено решение Омского областного суда по 2004 году, когда проводился первый судебный процесс по закрытию двух общин, даже трех общин омских. Веды Перуна там и еще Асгардское училище и еще одна община. И вот это вот решение они принесли. Но я еще тогда не знал, именно на заседании суда, что это касалось только одной книги, которая со свистичными символами выпускалась. Вот. А остальные три туда не попали. Но они даже это подключили к делу. Даже это подключили к делу. Поэтому в данном плане, так сказать, коль внесут в список, ссылка на них, естественно, будет запрещена. Если кто-то собирается в печатных каких-то изданиях на них ссылаться, этого, в общем-то, я тоже не рекомендую делать, чтобы себя не подставлять под удар. Вот, собственно, что я вам хотел рассказать, коль уж такая встреча состоялась. Ну, а сейчас давайте, наверное, перейдем к вопросам, кого что интересует. И я думаю, это будет более интересно. Можно? Пожалуйста. Скажите, что это, кто выступал, и кто готовил материалы к этому посуду? Прокуратура и ФСБ. ФСБ, да. Да? Можно? Пожалуйста. Нет еще, Дмитрий. Вопрос вот такой. Здесь просто не все знакомы с вашей литературой, да, вот, с вами. Вопрос такой основной. То есть, я понимаю, направленность всех книг это выход России из создавшегося кризиса. Да? Да, конечно. Вот. Соответственно, могли бы вкратце, да, так сказать, в основных пунктах описать, как вы видите, вот, кризис, чего сейчас в России, соответственно, основные пункты или хотя бы путь просто выхода из него. Хорошо. У меня, в принципе, не только книги, связанные с изучением прошлого, но и есть направленные чисто как бы в военно-политической области. Поэтому посвящены две книги «Грядущая стратегия России» и «Война и вооруженная борьба». И, в частности, вот, книга «От русичей к россиянам», она, в принципе, изначально задумывалась мной названием «Как военная безопасность России». Я об этом как раз говорил судье и предупреждал его, что по воле, так сказать, издателя, издатели, как всегда, руководствуются не только, так сказать, содержанием книги, но и коммерческим успехом, который должна книга окупить затраты и прочее дело. И издатель изменил это название. Место военной безопасности России получилось вот от русичей к россиян. И, соответственно, отсюда название не стало совпадать с самим текстом книги. А суть состоит в чем? Что я вот в той еще книжке я проанализировал вопросы, касающиеся, так сказать, проблем, которые творились в Российской империи и почему именно все эти ситуации затем привели к революции 1917 года. Были вскрыты эти все причины, в принципе, но при этом, так сказать, негативные мои оценки того периода по отношению к самодержавию, к Николаю II, к остальным руководителям государства Александру I и прочее. Я называл там псевдоэлитой их, и, соответственно, это тоже было поставлено, так сказать, в вину книги. Оказывается, даже тех руководителей, которые показали очень плохие результаты своего правления, тем не менее, их, оказывается, критиковать нельзя. Ну, я это дело сразу сказал, что я точку зрения свою не меняю в этом отношении, и, соответственно, говорю, ваше дело доказывать, что я тут не прав, я же считаю, что я прав, поэтому моя точка остается верной. Как, собственно, и критика христианства, я им сказал в этом отношении, что я родился в советское время, учился в советское время, служил в советское время, в то время религии к религиям отношения было негативное, я этих моментов придерживался, и, более того, после распада Советского Союза я считаю, что мое мнение негативное по отношению к религиям, оно только укрепилось, потому что другого я ничего не вижу. Следовательно, отсюда многие вопросы, связанные как раз с нашими проблемами, оно напрямую связано с самодержавием как системой управления государством, и, во-вторых, с христианством как системой религиозного подчинения народных низов, которые не позволяли стране в тот период выйти вот из такого униженного достаточно, ну, как бы сказать, отсталого состояния, что явилось, в принципе, причиной последующих катастроф начала 20 века. Ну, это, как говорится, результат совершенно определенный, тем не менее, он имел место. И сейчас мы, в принципе, видим то же самое. Вопрос управления в государстве, он всегда имел первостепенное значение. И он продолжает иметь первостепенное значение, независимо, какие режимы приходят к власти и какие режимы так сказать управляют страной. Поэтому от качества управления зависит и жизнь людей. В своей книге «Образование и крушение Российской империи» я, собственно говоря, там записал фразу «Мы живем так, как нами управляют». Коль мы плохо живем, значит, нами плохо управляют. Вот эта вот мысль, она, собственно, является главной. И сейчас я наблюдаю картину, ну, так прямо скажем, ухудшения уровня управления. Чем мы дальше двигаемся, тем больше это видно. Лично для меня, как человек, который с государственным управлением все-таки был связан длительное время, и тем более исследовал эти процессы, это настолько очевидно, что даже и доказывать это особо не стоит. Но, тем не менее, я заострю на некоторых моментах внимания. Вот уже буквально сегодняшних. Вот возьмите подрыв Невского экспресса, да? Сколько там зависело от подрыва рельсов, это еще вопрос. потому что я как военный человек могу сказать, что взрыв-то был осуществлен не очень профессионально. Не очень профессионально. Если бы делали это профессионалы, то весь бы состав слетел с этих рельсов. И это вопрос опять к состоянию наших железных дорог, ну и к тем мерам, которые меняются на железных дорогах для обеспечения безопасности. Значит, на эти вещи много чего не уделяется внимания. Очень много внимания не уделяется. Поэтому вот эти вот вещи и происходят. Ну, если подтверждение этого дела, я могу сказать, что обходческие бригады, которые в советское время постоянно курсировали по железным дорогам и следили за полотном и за состоянием полотна, они более чем на 50% ликвидированы. С чем это связано? Это вопрос. Либо кто-то полагает, что безопасность это по боку, как на Саяно-Шушенской МГС, а главное прибыль, то тут все, как говорится, сходится. Вот вам вопрос управления. Когда вопросы финансов выходят на первый план, это однозначно. Говорит о том, что все остальные вопросы решаться не будут. То же самое на Саяно-Шушенской МГС. Если люди, которые управляют этой станцией, все денежные потоки направили сами себе в карман, а проведенный якобы ремонт расписали, но никакого ремонта на самом деле не было, соответственно, это о чем говорит о том, что вопрос управления никудышний. Более того, хочу сказать по Саяно-Шушенской ГЭС, там же ситуация какая. Главный центр управления станциями, гидростанции, оказался не в Красноярске, не в Братске, не в Саяно-Шушенской, а в Кемерово. В общем, кто там сидел диспетчером, управлял? Оказывается, человек абсолютно не знакомый с самой гидроэнергетикой. Он даже не знал, что если необходимо увеличить количество подачи энергии на объекты, то надо это делать за счет Братской ГЭС, а не за счет Саяно-Шушенской. А он отдает команду, что надо повышать отдачу от Саяно-Шушенской. Результат повысили. Взлетел блок. Это вопросы управления все. Потому что такими процессами должны управлять технические специалисты, а не финансисты. А у нас везде финансисты управляют сейчас. У нас даже министр обороны, извините, Сердюков мебельной фабрикой команды. Ну и результат. Взрыв, пожалуйста. арсенала в Самаре. Почему взорвали? Много версий. Но я, например, не исключаю очень простого. На этом арсенале проходила утилизация боеприпасов. Морских вооружений, снарядов там разных и так далее. Но как становится известным, оказывается, в Министерстве обороны не выделены были деньги на именно этот достаточно важный участок работы, утилизация боеприпасов. В последние годы, вот, год были сняты деньги. Ну и люди обходились как могли. Вообще-то машинками разбираются боеприпасы. Эти машинки есть, они изобретены, они уже 20 лет как работали. как рассказывают сами работники этого арсенала. Их заставляли вручную разбирать боеприпасы. Это что? Преступная халатность начальников, безответственность исполнителей и тех людей, которые должны обеспечивать эти работы, или как это называется, это все вопросы управления. Последняя пермская катастрофа, с чем она связана? Опять же, с тем, что управляют очень плохо, потому что все буквально вопросы, связанные с безопасностью людей, они никак не соблюдались. что этот хозяин Зуга не знал, что нужно соблюдать правила противопожарной безопасности. Прекрасно знал. Входы все оказались закрытыми, выходы, кроме одного главного. оборудовало. И к тому же все оборудовало стам пластиками и горючими материалами. проверки проводились. Даже штрафы выносились по тысяче и по 1600 рублей. В каких случаях это бывает? Когда поголовная коррупция идет. Пришел какой-то лейтенант, а что этот лейтенант может? Ну, выписал штраф. Но договоренности свыше идут, и деньги откаты даются свыше. верхам, которые прикрывают все эти дела. Вот вам, пожалуйста, следующий вопрос. Это все вопросы управления. И в данном плане, ну, это можно говорить, я могу говорить на эту тему очень долго и пространно, и показывать на примерах. Я думаю, уже того, что показано на последних, буквально, горячих примерах, этого достаточно понять, что вопрос управления обществом и государством в нашей стране, он идет неквалифицированно. На очень низком уровне все поставлено. На очень низком уровне. И даже вот как бы раздувание мифа о русском фашизме, о неоязычестве, как главных врагах так сказать современного государства, а это зафиксировано в совместном постановлении Генеральной прокуратуры, МВД и ФСБ. Такой документ существует. Вот здесь присутствует Ведослав, да, я вижу, он участвовал в процессе по Хиневичу и знаком с этим документом, он вам может по этому поводу рассказать даже лучше, чем я вам расскажу здесь. Тем не менее, вот уклоны как бы подобной псевдо-борьбы с несуществующими, так сказать, угрозами для государства, они имеют место тоже. И это тоже показатель вот того самого управления, которое не хочет разбираться, как тот представитель юстиции. Им вот по его выражению, о котором я сказал, им не важно. Запрещение нужно для того, чтобы вот привлекать издателей и распространителей к ответственности. Вот и все. А разбираться туда в глубину что за материалы, кто, какую цель преследует, направленность этих материалов, их это абсолютно не интересует. Это называется формализм в вопросах управления. формализм, который, ну, я бы так сказал, хуже которого может быть только что? Что самое плохое в любом деле? Это идиот с инициативой. Так вот это вот дело, как раз идиотизм с инициативой. По-другому я его оценить не могу. И, к сожалению, это по всем линиям, куда у нас не посмотри, везде подобная вещь проявляется. Так, пожалуйста, вы хотели? Да, ну, понятно, что у нас ввелся такая с элитой сейчас сложная. Я просто хотел услышать, какой вы выход из положения видите? Где брать кадровый корпус, который заменит не лично правительство? Ну, не правительство, в районе всех управленцев. Понял вопрос. Где и как? Поняли, да? Да, понял. Что делать? Как вы лично верите? Ну, мы с вами вот здесь сидящие не вытащим это точно. Тут даже сомнений быть не может. А кадры они берут свои. И откуда они кадры берут? Существует Академия Государственной Службы, которая готовит эти кадры. Филиалы есть в регионах этой Академии. Здесь проводятся разного рода занятия с различными, так сказать, чиновниками и так далее. Вроде бы формально все есть. Но чему там учат? Опять же. Какие им угрозы выставляют? С чем им предлагают бороться? Вот ведь в чем проблема-то. А здесь вот я, например, как бы слышал, что сейчас проходит как раз такое обучение Екатеринбургских и некоторых других чиновников здесь, в городе Екатеринбург. Ну и соответственно чему? Опять те же самые посылки. Христианство хорошо, ислам хорошо, неоязычество плохо, русский фашизм некуда больше и так далее, и так далее. То есть чиновников настраивают на тех, кто практически болеет за страну. Вот уровень. Откуда берут? Вот посмотрите. Невский экспресс, подорвали, там погибло достаточно много людей и прочего. Два дня прошло и все. В Перми случилось сколько уже? Неделя. Только и голосят. Хотя я должен сказать, кто там первый-то виноват? А те самые люди, которые туда пошли, это первая вина. Кто в этот клуб пошел? А кто туда пошел? А это из той самой так называемой элиты пермской, которая этим городом управляет. Вот и страдания по этому поводу какие? Понимаете? Так решение проблемы вы хотите? Конечно. Решение проблемы трансформировать нынешнюю государственную власть в ответственную власть. Как? Вот как для этого дела я написал уже немало книжек. Возьмите грядущую стратегию России, почитайте, там вы найдете много ответов на эти вопросы. Потому что вот сейчас на эту тему распространяться слишком широко, ну я просто не имеет смысла. Слишком много вопросов затронуто и там в этой книге достаточно много в этом плане объяснено. я слышал края муха, что вы говорили, что намерены написать книгу о картах, древних картах, то есть что-то вот такое. О картах я не собирался писать. Ну или точнее вот некорректный вопрос, но я края муха просто слышал вопрос, попросили задать. такая книга уже сделана, она находится у издателя, надеюсь, что в следующем году мы ее получим. И там будут карты по поводу древнего прошлого славянства. Ну, потом. Добро. Потом, чтобы не сглазить. Благодарю. Пожалуйста. Еще какие вопросы? У меня вопрос. Пожалуйста. Вы Петрова Константин Павловича знаете, знали, вернее? Знал, слышал и встречался даже. В 2004 году в июне на конференциях, которые проходили на базе Национальной Державной партии, причем по моей инициативе его тогда пригласили к нам на эти конференции. Я, когда предлагал такое руководителям Национальной Державной партии, исходил из простого, что по самой концепции КОБРА КОБРА и по некоторой позиционной направленности деятельности Петрова, что-то какие-то совместные, на мой взгляд, совместные точки соприкосновения можно было у Национальной Державной партии найти. И поэтому предлагал им этот вариант. Они пошли на встречу, пригласили его, но встреча не задалась по простой причине, потому что руководители Национальной Державной партии не собирались контакты искать, а там с самого начала пошло как бы накал ситуации, обострение, а затем разрыв. Они этим делом хотели показать, что с ним дружить не собирались. Причем когда он пришел, ему дали достаточно много времени, он около часа выступал, сам потом еще на час отвечал на вопросы, а в заключении сказал, я готов к критике, поэтому вот пожалуйста пусть ваши товарищи выступают, если нужно будет, мы потом другие вопросы обсудим. вышел со стороны Национальной Державной Партии один профессор, достаточно подготовленный человек, он посылал уже Петрову свою брошюлку небольшую, которую сделал с критическими замечаниями по экономической составляющей учения, выступил, четыре вопроса поднял, потом сказал, вот я эти вопросы вам освещаю, но этого мало, брошюри больше, поэтому я вас прошу изучите, потому что ваши товарищи мне никакого ответа не прислали, я бы хотел, чтобы вы сами посмотрели этот материал. А потом вышел всем известный Владимир Алексеевич Стархов, ну и с известным ему опломбом, настырностью и твердостью и твердостью он ему там назабивал восемь голов по экономическим вопросам, естественно, на эти вещи Петрову отвечать было нечего и невозможно, он вскочил, крикнул, а вы тут меня все критиковать собрались и убежал из зала, так что в этом плане была такая встреча, лично с ним разговаривать не приходилось, не приходилось, третьим, кстати, я должен был выступать, но вот не получилось, хотя у меня тоже было несколько вопросов, критических замечаний, потому что по сути своей я могу и сейчас их в принципе назвать. Назовите, пожалуйста. Ну, первое, земля это неподводная лодка, с которой сравнивает это Петров, и полагая, что вот мы как подводные лодки, как единый экипаж на земле должны все дружно жить и все будет прекрасно, надо только усвоить правильную систему управления и все пойдет как надо. Не пойдет, потому что это неподводная лодка, это земля и человечество разное, и на земле все определяет этно, цивилизационная, борьба. Вот кто силен, кто имеет свои идеологии, свои, так сказать, соответствующие цели, задачи и твердо этого дела придерживается, он тот и побеждает. Это касается и Соединенных Штатов, это касается и Китая, это касается мусульманского мира, это касается всех без исключения. В настоящее время только одна Россия не имеет своей выверенной идеологии и цели стремления к будущему. И поэтому она вот в таком состоянии находится. А состояние плачевное, состояние плачевное, и это состояние вот этот кризис обострил, до крайности причем обострил, потому что доля промышленной продукции в валовом внутреннем продукте составляет всего на менее 13%, в советское время он составлял около 70%, то есть мы практически к нулю съехали в этом плане. Производство, да? Да, выпуск промышленной продукции. Следующий момент, выпуск лекарств менее 10%, а в сеть попадает менее 5%, торговая сеть, все остальное иностранное. Продовольствие мы уже выпускаем менее 50%, то есть мы абсолютно зависимые во всех отношениях страна. С нами уже сейчас можешь что угодно то и делать. Если бы у нас сейчас на данный момент не было ядерного оружия, то уже бы и страны не было. поэтому в данном плане ситуация очень слабая. Следующий момент, с которым я собственно расхожусь и хотел сказать Петрову, они не признают национального вопроса как очень важного для нашей страны. Они вообще его выводят в сторону. но ведь не секрет, и он же все-таки генерал и прекрасно знал, что именно национальная политика советского государства была одной из главных причин распада Советского Союза. Потому что как только поднялись и окрепли этнические элиты в разных республиках, вот Советский Союз и разнесло в разные стороны. Но несмотря на это, это абсолютно очевидная вещь, но несмотря на это и нынешние наши верхи продолжают интернационалистскую политику советского государства. К чему это проведет? В очередном взрыве. Через определенное количество лет. А сейчас еще растет региональный сепаратизм. Вот сейчас например вдоль границы нашей южной и восточной юго-восточной границ проживает уже более миллиона китайцев. А русские оттуда выезжают. К тому же принято решение заключено соглашение экономическое с Китаем о предоставлении в разработку китайцам более двухсот месторождений полезных ископаемых. Что будет дальше? А дальше будет очень простая вещь. Китайцы если начнут разрабатывать эти месторождения наших людей на производство брать не будут. Они привезут своих. Как они привозят на плантациях своих китайцев работать здесь. Вот начиная от Омска и дальше я не знаю как вот здесь есть ли плантации. А в Омске есть. Ну есть вот пожалуйста. Какую они ведут политику китайцы по работе с землей ну я думаю в Омске уже сказали что после них несколько может быть даже десятилетий не будет земля рожать ничего. Это по отношению к земле. Но надо же иметь ввиду что количество их увеличивается. Китай страна которая в демографическом плане стеснена территорией благоприятной для проживания. Естественно демографическая экспансия как результат скрытых военных действий она имеет место и она будет продолжаться и усиливаться. А через ряд лет это приведет к каким последствиям? Таким как в Сербии Косово. Помните 1999 год когда НАТО бомбило Сербию и заставило отказаться от этой провинции? Сейчас там Косовар и свое государство построили. Почему все это делается? Это вопрос управления ну какой-то он странный это управление не в пользу тем кто живет не тем коренным народом которые живут на территории России почему-то как-то наоборот все делается и предсказания уже по этому поводу по поводу распада предостаточно в 2007 году мне попался один материал газета Новый Петербург корреспондент этой газеты в мае 2006 года взял интервью у канадского предсказателя Рикарди ничего тут такого многие берут разного рода интервью записывают их но дело в том что когда корреспондент задал вопрос а что будет с Россией через 10 лет Китая Китая так сказать Преамурия Забайкалья часть восточной Сибири южной остальная территория западная Урала будет поделена между сторонами НАТО несколько зон английская германская французская Турки тут тоже имеет место и говорит почему-то будет клочок который контролировать будет Греция почему говорит не знает по поводу западной Сибири не сказал ничего но по этому поводу достаточно много уже есть сведения о том что претендует на это дело Казахстан в конце 90-х годов там немало карт было выпущено по поводу того что половина Алтайского края половина Новосибирской области вся Омская область вся Курганская часть Тюменской Челябинская Оренбургская все это должно оказывается отойти туда потом немножко стихло дружбу наладили небольшую с Казахстаном но тем не менее подпольные эти карты продолжают ходить ну и казахи вот живущие в Омске казахи приходилось встречаться с такими которые Омск называют Омбы Омбы в Старом Кировске у нас в Омске их уже около 50% в Порт-Артуре тоже в милиции уже 25% казахов не очень пролазит в такие государственные учреждения социального обеспечения медицина и прочее лезут законодательные собрали и препятствий нигде нет там полежав в свое время в Казахстане строил каналы наш губернатор и был в большой дружбе с Танзарбаевым до сих пор они в большой дружбе поэтому вот так под прикрытием под этим происходит тихая ползучая экспансия на территории Омской области так что в этом плане этот процесс развивается и как говорится вот этот кризис он как бы обострил эту ситуацию если я в 2007 году прочитал и на эти темы я писал что на западе планов достаточно по поводу расшленения нашей Российской Федерации вот сам и по существу мне эта статья не была как бы новостью я положил ее в дальний ящик то тут просматривал материал смотрю еще раз перечитал сравнил с тем куда дело двигается ну в общем-то вырисовывается так что даже как-то не по себе стало поэтому процессы идут региональный сепаратизм растет вот и никуда от этого не денешься в том числе на Дальнем Востоке когда таможенные пошлины на автомобиле повысили помните там было достаточно крупное выступление местные правоохранительные органы отказались силой так сказать прекращать выступление пришлось посылать из Москвы чтобы подавить но не это главное у нас силовики везде участвуют как говорится а главное было с какими лозунгами шли там люди а люди шли да да что мы лучше к Соединенным Штатам либо к Японии отойдем с такой политикой Москвы так что эта ситуация она там кстати еще сложность есть Владивосток на 70 лет хотят продать Китаю часть города с Владивостока человек это уже там где это там масса уже закинутая информация везде в прессе вы только дополняете то что я сказал люди часть людей там готовы говорят за вот вот некоторые все равно еще вопрос вы сказали что невозможно получается по вашим словам если я правильно понял что невозможно разным народам жить в мире получается что все строится на этнокультурных отношениях и так далее то есть вообще невозможно что ли построить такую землю чтобы все народы в мире жили возможно так Дима можно я напомню да и было бы такое время на земле когда они жили в мире по разным источникам говорят что жили когда-то там разделены были границами между собой не соприкасались черная раса жила отдельно желтая отдельно белая отдельно да это такое было когда-то до современного человечества до современного современного человечества тянет ну как бы началось 13 тысяч 18-й год ему идет это вот гибель Атлантиды потоп и связаны с ним вещи потом возрождение определенное вот и вот в этом человечестве вот за этот промежуток не было ни одного периода чтобы была вот такая вот мирная идиллия ее не может быть потому что борьба это присуще всему живому на земле в принципе и и и закончилась 6000 лет назад когда приехали на остров Сейлон так называемая серая раса ну я в данном плане как бы вам сказать не буду на эту тему распространяться это вы где-то вы взяли так сказать это за источник определенной информации сейчас мне представляете так вот чтобы в данном да понятно но я не буду характеризовать ни тех ни других авторов я просто хочу сказать только я основываюсь на том что я исследовал так вот за последние 13 тысяч 18 лет не было никаких мирных периодов по разным вопросам войны велись кстати в этом отношении вот этот пример славянское летоисчисление последнее с какого времени велось 7500 18 год сейчас идет да вот лету 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 ну я для всех говорю бы чтобы было более понятно поэтому в данном плане это же в результате чего произошло сотворен мир в звездном храме был после войны после какой между нашими предками и аримами которые были до китайцев на той территории ну это это вопрос отдельный да тот кто с этими источниками не знаком то я просто вам могу с одной стороны пожалеть а с другой стороне порекомендовать поинтересоваться чтобы так сказать ваши знания были более глубокими поэтому в данном плане я закончу ответ на вопрос и потом вы зададите в данном плане невозможно этого добиться и в принципе вот руководствуясь той политикой которая сейчас осуществляется всеми без исключения государствами на нашей земле невозможно нужно менять всю политику заявка наших так сказать руководителей по поводу многополярного мира в принципе правильно и не они первые это заявили кстати между прочим не они первые это я вам гарантирую будет время даже можем отдельно на это поговорить но дело-то в чем многополярный мир может сложиться если появится несколько равнозначных по силе центров Китай заставил себя уважать уже не так на него кто-то может прыгнуть был Советский Союз его тоже уважали и мало кто дергался посягал на его территорию нынешняя Россия не в состоянии обеспечить вот тот уровень силы чтобы с ней серьезно кто-то мог считаться сейчас все все буквально и китайцы и американцы и европейцы смотрят пока окончательно технологические возможности России упадут до нуля вот в оборонном прежде всего комплексе вот как они упадут и все с нами считаться вообще никто не будет поэтому вопрос состоит в том и мы собственно в русском национальном движении наработали немало по этому поводу вопросов уже перезрел вопрос объединения Российской Федерации Беларуси Казахстана и Украины в Славянскую Конфедерацию не воспринимает нашего управляющего сверху не воспринимает вот сейчас заключили там что-то подобие таможенного союза но извините вот на этом громадном пространстве всегда на первом месте решали политические вопросы и вообще я вам должен сказать в начале идет миропонимание затем идеология на базе миропонимания созданная затем политика на базе идеологии и только четвертое место занимает экономика а у нас везде выдвигаются экономика на первое место экономика на первое место нет никогда так не было и никогда так не будет это обман это лапша на уши людям не посвящено возьмем советский период была коммунистическая идеология была коммунистическая политика и экономика была государственной плановой со всеми вытекающими отсюда последствиями развалили советский союз началось с идеологии опять же миропонимания поменялась какая идеология господствует радикально либеральная в 90-е годы сейчас вроде как либерально государственная но все равно либеральная основа частнособственническая идеология следовательно и экономика какая частная воровская растащили государственную собственность в результате силы ни у государства ни у общества никакой нет разворование продолжается вывоз капитала и сырья продолжается складируются там финансовые ресурсы все все там работают на экономику западных стран только за этот кризис вывезено из России около 300 миллиардов долларов а сколько еще будет вывезли именно бумагу вывезли со счетов а ресурсы туда вывезли сырье вывезли деньги какие-то получили ну они там так оседают даже валютные резервы страны и то содержатся в банках западных по экономической науке все правильно делают товар денег должно быть сколько столько товара если товара нет зачем лишние деньги они их утилизируют туда убирают неправильно понимаете вот это вопрос какова идеология такова и будет экономика и тут никуда не уйдешь от этого поэтому пока не изменится миропонимание пока не изменится идеология правящей верхушки и связанная с нею политика экономика наша будет деградировать это совершенно определено она и деградирует и более того не хотелось этого говорить тем не менее придется почему потому что сейчас Медведев на эту тему много говорит по поводу инновационной какой-то экономики и так далее позвольте дорогие друзья какая инновационная экономика когда промышленное производство менее 13% ВВП дает востребовательность этих инноваций какая ее просто не может быть если промышленность не работает просто не может быть это что получается здесь будем создавать инновации опять кто будет пользоваться этим делом радость Чубайса 130 миллиардов получил на 2009 год из них потратил на инновационные дела не все 10 миллиардов из этих 10-5 миллиардов на свою корпорацию на чиновников которые уже засели на бонусы вот уровень управления опять же это все управление поэтому это те два вопроса которые я хотел Петрову задать и ему ответить но там есть еще и другие я просто ну вот еще один а много у вас много по Петрову много вот следующий по экономике сталинская экономика как-то идеал экономики у меня вопрос простой почему все что создал Сталин развалилось потому что можно я скажу потому что развалили преданно нет нет ребят потому что управление потом неправильно управлялись вот сейчас мы вам опять вас я поставлю в тупик и скажу почему потому что сталинская система могла работать только в жестко репрессивном режиме только в жестко репрессивном режиме вот в таком режиме у нас что-то создавалось сделалось и так далее как только вот эти гайки ослабили при Хрущеве все сразу начало сдавать а уж если говорить подождите подождите конкретный вам сейчас пример приведу и вы удивитесь вы его просто не знаете кто такой Евсей Либерман и что он сделал вместе с Хрущевым фамилия которого как они реформировали вот эту сталинскую экономику на русский переведите так давайте я просто приведу пример вот вы знаете все был автомобильный завод ЗИЛ у нас один мой товарищ в начале этого десятилетия ему нужно было одну установку сделать она была каким-то образом связана с двигателе строением с автомобиле строением он поехал на этот ЗЛ приезжает туда говорит вот ребята мне надо такую установку обрисовал ему суть некоторые параметры и так далее они они говорят аналоги есть какие аналоги вы же конструктора вы же технари вы же должны взять рассчитать и все вопросы и мне даже сказать что на выходе будет какие мощности при одних условиях при других при третьих и так далее они оказывается не могли делать ничего не могли делать потом они как-то договорились что-то там согласились сделать и после этого он деньги дал в принципе деньги дал для того чтобы эту установку сделать без каких-либо условий ну и затем этот товарищ повел его зам директора кстати повел его в музей Зилка Зила говорит пришел я туда вот он говорит вот советские наши машины а вот напротив иностранные оказывается чего делали наши конструктора снимали с иностранных марок аналог чуть-чуть переделывали и выдавали их как за свое изобретение и производили и это было на всех автомобильных заводах Советского Союза даже по некоторым вопросам это до оборонки доходило могу тоже привести пример просто не считаю нужным это делать понятно вы мне сейчас скажете а кто там делал и кто такую систему вел это вопрос очень серьезный это отдельный вопрос как это делается и кем это делается и особенно я думаю тот кто каким-то образом был связан с изобретательством он знает как трудно у нас было что-либо запатентовать опять же без ссылки на какие-либо аналоги вот это и есть реформирование сталинской экономики там буквально поменяли только отчетные параметры поэтому вопрос не о том вопрос о другом я же еще раз повторил что сталинская экономика могла работать только в жестко репрессивных условиях и если бы этот жестко репрессивный режим сохранился да Советский Союз протянул бы больше больше но стоило опустить ослабить эти гайки сразу начались деструктивные все вот эти вот вопросы я думаю что хватит с Петровым и с теми вопросами которые были там еще есть пожалуйста можно для сравнения как бы вот осветить интеграционный процесс в Европе как он в сравнении с нами куда дарьфод или как сказать прогрессирует вы понимаете Европа интегрировалась неоднократно в прошлом тот кто это прошлое изучал это знает достаточно неплохо и здесь вопрос очень такой сложный потому что в Европе в принципе на данный момент да объединительные тенденции пока еще работают но опять же по какой причине они работают а потому что Россия слаба если бы Россия была сильна и способна постоять за своих друзей вот этой Европы которая сейчас существует не было бы и если вдруг ситуация поменяется по каким либо причинам там начнутся проблемы расколов и разладов это обязательно поэтому в данном плане это такой противоречивый процесс то что происходит в Европе с одной стороны вроде объединительные тенденции растут а с другой стороны там и достаточно таких сил которые не очень стремятся к этому объединению а некоторые вынашивают и свои далеко идущие ну что ли экспансионистские цели утверждения своего господства я не буду показывать пальцем на некоторые государства европейские но эта тенденция тоже есть поэтому что там произойдет через какое-то количество лет трудно даже предположить но рассчитывать что этот процесс обязательно приведет вот быстро быстро что Европа станет единой и так далее да в какой-то степени она едина но не настолько чтобы считать ее действительно единой еще какие вопросы пожалуйста а я читал еще коричневая книжечка вот такого примерно формата написано КОБР первое из здания везде написано концепция общественной безопасности и уже в самом названии расшифровывается почему концепция общественной безопасности первое и концепция общественной безопасности России это ответ на первое это уже было последнее а первое называлось концепция общественной безопасности России а второй вопрос про национальные отношения вы прочтите там есть про блоки и конгломераты кажется называется про национальный вопрос. Там все очень хорошо, аккуратно. Это вы меня к Петрову обращаете? Да не к Петрову, а к Концепцию общественно безопасности. Это не Петров. Концепцию не Петрова писал. Я знаю, кто писал. Это морские офицеры в Санкт-Петербурге писали. Он потом, позднее вступил к ним. И возглавил, так сказать, эти вещи. Зимин и его команда этим делом занималась. И даже знаю в угоду, кому они это дело писали. Кому? А расскажите, кому? Расскажите. Ну, как известно, эта концепция выражала какую линию поведения? Перехвата власти в стране. Правильно, да? Так вот. Этими вопросами очень заинтересовались, после того, как эта концепция вышла, в Госдуме прошло чтение и так далее, те круги, которые были приближены к сообщику в Санкт-Петербурге. И в этом отношении именно они, и некоторые силовики, когда стало понятно, что Борис Ельцин ведет страх вот эту Россию, которая образовалась к распаду, к расколу, и задумали осуществить этот перехват власти. И они его осуществили. Санкт-Петербургская группировка победила, и она сейчас у власти. Поэтому эту концепцию, вот эти круги, использовали по полной. Я вас уверяю, это так. И уже дать осуществить кому-либо подобный же перехват дальше, естественно, зная суть этой концепции, они не позволят никому. Так что, извините, ребята, но... Вопрос напрашивается. Нынешняя тогда группировка, к чему я себе делал? То есть все махнато будет? В данной ситуации... Это вопрос к ним, не ко мне. Я просто говорю, что уровень управления этой группировки в стране, ну, желает быть лучше. Вот и все. То, что мы желаем быть лучше, это общий ответ. Вы понимаете? Это как бы ничего нового не говорится. Ну, а вы-то от меня чего хотите? Это лучше для кого-то. Что делать, скажите? Что, не как раз? Сами думаете. Я уже ответил. Уйти решение, на ваш взгляд, вы не говорите. Вы считаете, что... А я вас отсылаю. Я написал книгу «Грядущая стратегия России». Ну, это не серьезно. Там ответы даны. В концепции написано, что за плохое правительство... Прочтите. А вы хотите, чтобы я вам в двух словах это дело объяснил? Меня заинтересуйте в вашей книге. А что я вас должен заинтересовывать в своей книге? Интересно. Ваш взгляд, в двух словах. Все. Я вам сказал уже. Трансформировать нынешнюю систему управления, чтобы она... Вопросы... Опять в общих словах. Самое главное, я говорю, зачем я лично сюда пришел. Молодой человек, вы не хотите слушать? Или не хотите понимать? Или как? Так, уважаемый, давайте выслушаем. Пожалуйста. Я вам еще раз повторяю. А я сейчас как могу сказать? Я вас отсылаю к книге. Вы не хотите, заинтересуйте. Мы не читали, потому что мы пришли первый раз. Говорите в этом отношении, заинтересуйте нас. Каким образом? Я, может быть, вас больше никогда в жизни не увижу. Ну и пожалуйста. И я вас больше в жизни не увижу. Вот вы мне, молодой человек, напоминаете. На одной из встреч, я приезжал вот в марте месяце тогда, был здесь в Галашейке. Есть такой бешкет. Метал, блин, эту самую, своими брошюрками тут. Обвинял я ничего не знаю, меня в этом плане. Что-то там пишу и прочее, прочее. Почитал я его, лепет детский, на 60 страничках. Кроме негатива абсолютного к тому, что он написал, у меня ничего не вызвало. Ну и пришлось целую статью написать по этому поводу. Вот и все. По Галашейке. По Галашейке. Я думаю, будет брошюра. Тем не менее, его... Подготовлена она. Она называется общинно-родовой строй. Где я, так сказать, исследовал вопросы, касающиеся, каким образом в относительной древности общество существовало, как оно землепользованием занималось, землевладением и так далее. Потом вопросы Галашейкина, потом вопросы, в каком состоянии сейчас все находится, к чему, в принципе, нужно двигаться и к чему призывают нас там анастасиевцы, другие и прочие и так далее. Поэтому, когда я говорю, прочтите вначале, чтобы вы могли хотя бы представить, каково мнение мое по этим вопросам. Это другое дело. А сейчас могу только в общем плане сказать, трансформировать нынешнюю систему власти с той, которой она не может эффективно управлять, в такую систему власти, которая была бы полезна коренным народам России. Вот и все. Ну, почему этнические группировки знают эти способы, а мы до сих пор не поняли их? Как-то они своих же продвигают в эти структуры властные. Давайте у них поинтересуемся этим опытом, раз они этого достигли уже. А если говорить по этим вопросам, ну, понимаете, мы с вами друг друга не поймем. Я уже вижу. Никогда. Ложьи, я просто не вижу, у вас не сходится некоторая вещь. Вот это опять голословные заявления. Вот вы выступаете опять, как тот галашейкин. Ну, здесь видите, я юридор сел, у вас все выступают, по одному, пожалуйста, к развалу, пришла группировка силовиков, куда она нас идет, на наш взгляд. Тоже к развалу, или нет? Ну, я вот конкретно к вам. Вот вы не читали то, что написал Валерий Михайлович, и вы пытаетесь этим оперировать какой-то ответ от себя. Я не отвечаю, я задаю вопросы. Я не отвечаю. Есть вещи, которые в двух столовых не выдавишь, и не выскажешь. Их нужно обстоятельно обсказывать. И потом, молодой человек, и потом, подтекст вашего вопроса, он очень интересный. Какой подтекст? Я вообще, по сути, дилетант. Я пришел, вот, чисто анализирую ваши слова. Вы не дилетант, вы не дилетант, вы не дилетант, вы не дилетант, ну, как видите, не наживаю. Ну, вы не дилетант, это точно. То есть, неудобные вопросы, я так понимаю. Да нет, вы не подготовлены по той книге, в которой заложены эти ответы. То есть, не зомбированы, не обработаны, да? А почему сразу зомбированы? Если такая книжка создается в вашем впечатлении о зомбировании, тогда любая информация, которая идет по телевидению, она тоже зомбит. Конечно. В чем глупость? Детский садик. Детский садик. Когда я читала эту книгу, у меня создалось впечатление, что материал выстроен очень четко, аргументированно. А вот ту книгу, которую отсылает Валерий Михайлович, все очень четко, четкий, глубокий анализ. Грядущая стратегия России. Великолепный книга, великолепно поданный материал. Никаких лишних слов, никакой воды. Именно поэтому я пришла на эту встречу. Это знаете, как у вас дилетанты, я просто приятно говорю. Великолепный первыйоклассник в школу. И говорит учительнице, дайте мне знания, чтобы я понял, для чего я их изучаю. Мужики, давайте тихо. Первоклассник никогда не поймет. Даже как и вы. Я вот, короче. Я нельзя говорить. Молодой человек, нет, говорить можно и нужно, Только давайте так, без вот этих, как бы, Без чего? Я только вопрос сочиню. Мне одно... Особенных таких подходов, которые, в принципе, в вашем выступлении, сквозит одно. Я не читал и ваше читать не собираюсь. А ты мне вот это вот скажи. Я этого не говорил, что я читать не собираюсь. Давайте продолжим. Про меня он станет, да? Прекрасно. Продолжим. У кого вопросы? Пожалуйста. Смотря я не могу, мужчину избавить, а то он уже сильно... Да, конечно, правильно. Будьте добры, скажите, вы не слышите ничего о гробовом? Он вот посредством массовой информации, его сильно обвинили, а тут мне в литературе вследствие, что он, вроде бы, как президент, хотел баллотироваться, и программа у него очень даже неплохая была. И вообще, вы считали великим, что Россия могла бы вообще жить, если бы он не делал. Ну, могу сказать. В 2003 году... Нет, в 2002 году. Мне с товарищем пришлось ездить в Чернозерие, это на севере Омской области. Там поселение анастасиевцы собрались строить. 37 человек собралось там, взяли около этого села землю, ну, отвела им администрация на Солонцах, в Солонцовое пастбище. Ну вот, селитесь, если сможете, как говорится. Ну и когда мы познакомились, потом неоднократно встречались, выяснила следующая картина. Девушка одна, которая организатором была вот этого всего, Овсянникова Елена. Вот она ездила сюда, как бы, не сюда, а в Западную Россию, во Владимирскую область, в Москве. В Москве проводились, как бы, совещания всех тех, кто к анастасиевцам туда приходил. Проводил Мегре и проводил Гробовой. Соответствующие раздачи книжек и так далее. Но методы Гробового давным-давно известны. Это нейролингвистическое программирование. Там людей, откровенно говоря, обрабатывали по полной программе. И они потом уже такими заядлыми адептами звенящих кедров России разъезжались по стране и агитировали все вот эти вопросы. Но когда, столкнувшись с конкретной деятельностью на земле, поняли, что сказки Мегре в этих книгах, они как-то с действительностью никак не сходятся, то ситуация там скоро изменилась. Народ начал растекаться. В настоящее время там осталось 4 человека. И сама вот эта вот Елена Овсянникова, о том, как говорится, когда мы ей описали, что к чему приводит подобная обработка, она дошла до того, что попросила сделать обряд по сжиганию книг Гробового и выходу из-под этой зависимости. Что и было осуществлено. После чего она перестала поддерживать контакты с этой, так сказать, епархией. Так что в этом плане о Гробовом могу сказать, что да, он хотел быть кандидатом в президенты, его не пустили, естественно, а потом еще и как бы привлекли к ответственности. Но это уже вопросы другого плана. Но я не думаю, что это тот человек, который был бы способен счастливить Россию. Потому что в вопросах государственного управления он, конечно, абсолютный профан. И, соответственно, так на него и нужно смотреть. Вот это моя точка зрения. Пожалуйста. Как вы оцениваете в своих... Анализируете ли опыт дореволюционных земского управления в России? Это все? Весь вопрос? Да? Ну, во-первых, опыт он разный. Земского управления. Если уж говорить о земском управлении, ну, близким, как сказать, к идеалу, то этот идеал сложился в период смутного времени. Вот тогда земское управление действительно чем-то управляло и что-то имело в качестве властных рычагов, общественного воздействия и так далее. Потом же пошел 30-летний период, когда земское управление было практически царями и Михаилом Романовым, и Алексеем Романовым, ликвидировано по существу. Последний земский собор собрался в 1449 году для принятия соборного вложения 1449 года. И дальше уже ситуация с земским управлением шла на убыль все больше и больше. Последнюю почти точку поставила Екатерина под конец своей жизни, когда отменила земские суды. Этим самым она практически вела полное закрепощение крестьянства. Это вот эта ситуация. Потом же, когда начал проводить реформы Александр Второй, да, к земскому самоуправлению вернулись. Но дело в том, что оно было до крайности ограничено. Чем и как раз было вызвано недовольство практически всех слоев общества. И либералы, и дворянство, и, я уж не говорю о революционерах разных толков, все были против государственного ограничения земскому самоуправлению. И не случайно, что это все привело к революциям 1905, потом 1917 годов, потому что на уровень настоящего самоуправления выйти в период царствования Николая Второго так и не удалось. Тем более, что Александр Третий прекратил эти реформы, а Николай Второй последовал этому направлению. И он при вступлении на трон четко заявил, что, так сказать, требование предоставить управление земством это не будет выполнено. Он так четко и заявил. Сейчас я не могу дословно это привести, но я думаю, что дух его выступления я передаю точно. И вот это подхлестнуло революционную волну. Пожалуйста. Вот Гусев Олег Михайлович четко разделяет славяне, русы, урусы. Ваше вот видение на эту проблему мы кто? Мы урусы, как вот тот же Левышов говорит, нас раньше называли. Либо мы славяне, либо мы русы. Как нас правильно называть? Сейчас россияне, говорят, называют нас. Да. В чем здесь проблема? Тенденция какая вообще идет? Почему? Тенденции идет разных много. На одних тенденциях стоит официальная историческая наука. Я думаю, что вы ее знаете более или менее хорошо. Я занимаюсь исследованием этого вопроса и вышел на следующее понимание этой проблемы. В древности, в принципе, вот, собственно говоря, западнее Урала, даже западнее Волги. Примерно пять тысяч лет и в дальнейшем были и жили русы. Русы. Но этот этноминем потихонечку стал исчезать. По причине чего? Потому что народы, вернее, ну как бы народ начал делиться, образовывались новые народы. Часто по именам князей назывались уже другими именами. Вот князь Словен, Словения, князь Вен, Венеды, Венды, князь Скиф, Скифы, Кола, Сколоты и так далее, и так далее. Все они были русами и в то же время уже носили другие наименования. Но с течением времени коренной этноним, который был присущ нашим предкам, он начал забываться. Хотя на самом деле и язык, и все остальные вопросы, они оставались прежними. Поэтому вообще-то правильно считать русами. Что касается русских, здесь ситуация такая. Последние русы вместе с Аскольдом пришли в Киев. Это был, так скажем, 842 год. А Киев был тогда? Был тогда, 842 год был. И, соответственно, там были поляне, древляне и некоторые другие. Остатки антов в том числе. И так как русы пришли, они возглавили это объединение. И, коль они были, как бы оказались в подданстве русов, то отвечали на вопрос. Вы чьи русские, то есть подданные русов? Вот так появился этот аноним, и он пошел дальше. И закрепился со временем. Поэтому, по большому счету, действительно, мы должны считать себя русами. Что касается славян. Славяне – это не этническая принадлежность. Это мировоззренческое, миропонятийное понятие. То есть тот, кто славил светлых богов и великих предков и жил по заповедям этих богов, те себя называли славянами и православными. Ну, сейчас кое-кто перехватил это название, но, тем не менее, это так, и это факт. Поэтому в данном плане и арии, и русы, и те, и другие были славянами. И не надо тут ничего разделять. Поэтому в данном плане, ну, пример привожу, чтобы было понятно. Последнее, так сказать, до чего я докопался, изучая прошлое. Вот на территории Сибири, здесь, в частности, это от Забайкаля и до Иртыша, и даже до Урала практически, существовал народ Кемаки. Арийский народ, богом-покровителем которого был бог Перун. Так кто они были, по миропониманию? Славяне. Поэтому в данном плане вот такой расклад получается. Ответ не до конца. Ур-русы, турки нас называют ур-русы, и многие вот эти вот арабские народы, потому что это кто такие? И были еще такие уры. Урал, это опора этих уров. Кто такие уры? По-разному назывались. По-разному назывались. Я еще раз повторяю, народы в разные времена. Какие-то отпочковались и получали по именам князей, какие-то по другим причинам. Всех сейчас, так сказать, разобрать достаточно трудно, но тем не менее, все они имели отношение. А со мной-то корень рус остается. Поэтому урус, это часто добавлялось в других языках, понятие у-рус, у-рус, часто как кличка. И так и звучало в этом отношении. Поэтому в данном плане здесь расхождений больших нет. А тот, кто выводит особенность, ну, никто ж не закрывает вопрос для исследования. Человек желает, но пусть копается, нет вопросов. Главное, чтобы это была струнная картина, складывалась в результате этого, а не какие-то оборванные отдельные, ну что ли, писульки, которые, в принципе, ничего не объясняют. Пожалуйста. Можно ли к этому дополнительный вопрос? Да, пожалуйста. Как здесь в направлении исследований академика Чуденова? Чуденова? Да. Ну как, у него фамилия интересная, Чуденов. Чуденов, чуть белоглазая, видел я его, встречался, разговаривал. Я бы, ну, не хочу против него ничего сказать плохого. У меня этого нет. Вот если бы он не пытался связывать, как бы, славянство и христианство в этом отношении, в единую концепцию, то у нас бы с ним даже никаких расхождений не было. А вот эта вот попытка, так сказать, вытащить из древности и подвязать это всё к христианству, ну, она по меньшей мере, ну, как вам сказать. Ну, многие это делают. Антоненко, например, Русь Арийская писал в своё время на эту тему. И вот эта линия подтягивания христианства по дарийству, она продолжается. И она имеет совершенно определённый заказ со стороны РПЦ. Это чётко видно, это понятно. Кстати, тот, кто брошюрку Альва Первая, который издаёт книги Чуденова, читал, они там чётко обозначили свою позицию, что они стоят на чёткой христианской вот этой позиции. И тому станет всё ясно с этим делом. Поэтому исследуют многие вещи, конечно, там интересные, стоит обратить внимание, но когда это вот начинается доходить до этого вопроса, то тут, конечно... Я это не приветствую, это не моё. Можно ли ещё? Вот девушка, не задавайте. Книга Масова. Книга кого? Масова. Масова. В своё время Масов, конечно, сделал большое дело в начале 90-х годов, когда опубликовал Вересову книгу. Она широко действительно стала известна именно после издания этого перевода. Но Масов своеобразный человек. Он, в принципе, вот по части перевода мне приходилось с этим делом сталкиваться. Я всё-таки больше отдаю предпочтение Николаю Слатину из Омска, с которым лично знаком, знаю, что он несколько лет работал над переводом. Он сделал более качественный перевод Вересовой книги. И именно он, может быть, одним из главных, чётко заявил, если все остальные как бы по наитию, по Лилису, но и академик Бегунов, они по наитию шли и утверждали, что она подлинная. А вот Асов, вернее, Слатин чётко доказал, что эта книга действительно подлинная. Потому что тот словарь, который он составил, и тот подлинный перевод, который он сделал, просто невозможно это сочинить. Он так и чётко сказал. Что касается Асова, то тут очень много таких переводов вольных, прямо скажем. Ну, это и понятно, он, в принципе, не скрывает своего имени, своего лица, на телеэкране он выходит в Ермолке, и поэтому тут от него другого ждать-то, в принципе. А где эту книгу его купить? Ну, в данной ситуации, если Слатина скажете, то я сейчас даже не знаю, где можно купить, потому что... В Коске пока можно. Последнее издание уже давно разошлось тоже, поэтому тут так... Есть Слатин ещё есть? Есть, да, ну так если есть. В интернете всё есть. Не все умеют им пользоваться. Не все умеют им пользоваться. Так, ещё кто хочет задать? Пожалуйста. Вы, наверное, чуть-чуть предугадали, я хотел спросить, а кого бы вы хотели посоветовать там почитать? Или рекомендовать. Одного бы назвали. Читайте всех. Читайте всех. Кого не читать? Кого не читать? Ну, в данной ситуации круг-то, в принципе, широкий. Тут, я думаю, заходите в магазин в любой от Дарьи Донсовой и... Море литературы. Десятками тысяч и сотнями тысяч тиражей выходим. Кого не надо читать. Поэтому... Две три фамилии назовите, пожалуйста, кто... Что вам нравится, по крайней мере? Что вам нравится? Кому бы вы нам посоветовали почитать? Я серьёзно. Ну, Алексеева его книги читаете. Сергей Алексеев? Да. Алексеева читаете. Вот валькирия там все эти, азбоговеды и так далее. Это человек, ну, на уровне таком достаточно... Хотя и как художник он выступает. Он не историк, он художник. Но он там многие вещи даёт, которые хорошо очень помогают мозги поправить в этом отношении. А Шимшук? Шимшук, ну, у него много чего он наколобродил. Это линия Блаватской. Там она прослеживается очень чётко. Поэтому не забивайте себе мозги. Я вам могу сказать, что если вы будете читать, то очень тяжело, так сказать, этот материал читать вообще. Как и Бореев есть такой. Тоже на арийскую тему там пытается писать. Но это всё книги достаточно тяжёлые, чисто. Переварить их в мозгу сложно. А с другой стороны, они направлены не в ту степь. Поэтому готовят другие совершенно вещи. А извините, на исторические темы... Так, вот перед вами, пожалуйста. Да, вы. А вот что-то на рот чуть белоглазая. Я много слышал, что был такой, а комплект... Чуть белоглазая это имеет отношение к славянам. Это один из родов славян. Вот и всё. Новгородских славян. Пожалуйста. А то скажете, что я вам... Нет, нет, нет. Ну, я вообще-то был просто первый. Для полноты печали, пожалуйста, краткой биографии. Ну, где служили, где родились. Ну, правда, не все вас знают. Ну, хорошо, пожалуйста. Родился в 1945 году. В Новосибирской области, Сдвинский район, село Верхурион. Число 31 августа 1945 года. Закончил 11-летнюю среднюю школу в Битках, Сузуновского района той же области. Зачем поступил в военное училище Омское, общевойсковое высшее. Закончил в 1967 году. Служил в Новосибирской области, затем в Омской области. В основном службу прошла здесь. Вот. На командных должностях. Дослужился до командира батальона. Получил звание подполковник. И затем перевелся на военную кафедру в Автодорожный институт, где преподавал 8 лет. Тактику, военную историю. Вот эти вот предметы. Ну, и, коль занимался военной историей, в это же время начал накапливать разного рода материал. Соответственно, как по военной линии, так и по прошлому. А после того, как распался Советский Союз, и, собственно, в конце 90-го года состоялось мое увольнение из рядов вооруженных сил по выслуге лет. Вот я ушел, а тут крах Советского Союза, и дальше, собственно, голова болела одним. Почему это произошло? Вот потихоньку эти головные боли привели к тому, что начал набрасывать материал. В результате родились две книги. Первая, вот эта, которую знают все от русичей к россиянам, хотя она у моей, мое первое название было «Подлинная история русского народа». Вот. А дальше «Война и вооруженная борьба» вышла книжка. Ну, а дальше уже пошли выпуски, дополнения, развитие и так далее, и так далее. Там «От русичей к россиянам», потом «Образование крушения Российской империи», потом «Грядущая стратегия России», ну и так далее. Есть и книга, касающаяся, с моим участием создавалось «Славянское миропонимание». Это как бы последнее. А сейчас, вот, я думаю, что по прошлому будет сделана хорошая точка с картами вместе. Ну, надеюсь, выйдет такая. Так что вот так. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вы читали глубинную книгу Владимира Пятибрата? Если да, то мнение. Да, читал. Отношения к ней? Значит, скажу так. В прошлом году я был в Адлере на конференции. И там мне предложили просмотреть книжку «Заповеди вождей Атлантиды». Написал ее своеобразный человек, в принципе. Но почему я… Писков его фамилия, Писков. Но я почему именно с ней объяснять начал с этой книги и с этого автора? Потому что я нашел перекличку между двумя книгами. Между Пятибратом и его книгой. И между вот «Заповедями вождей Атлантиды». По простой причине. Какая смычка? Это в определенной степени анская версия развития событий. Потому что каким-то образом мы все-таки тоже эти вопросы изучаем. И когда начинаешь более глубоко туда вникать, вот эта теория, она выползнает так или иначе. И это не случайно. Потому что вот когда выйдет вот эта моя книжка с картами, то там я пишу о существовании антоиберийского жреческого государства при Черноморье. Часть которых после катастрофы, случившейся 4800 лет примерно назад, когда вот Черное море еще было разделено, а Малая Азия была с Балканами соединена. И Черное море не было морем, а это было озеро, вокруг которой сложилась достаточно такая значимая цивилизация. Сейчас она на дне Черного моря находится, основная масса ее. Но часть населения антов сохранилась. И сохранилась при Карпатии. Которая потом дала толчок к образованию полян. Вислинских полян, днепровских, древлян и так далее. Поэтому в данном плане, вот когда вы почитаете, вам станет понятно корни определенных разногласий, которые мы имеем сейчас с Польшей уже давно. И в том числе разногласий, которые хранятся на Украине, особенно в Западе. Которая к России все время относилась практически отрицательно. Это идет с той глубокой древности. Поэтому в данном плане, сейчас для меня это как бы уже абсолютно понятно, но вам еще предстоит познакомиться с этими вещами. Благодарю. Вот так, пожалуйста. Еще какие вопросы? Пожалуйста. Вы в своей биографии думаете, что вы занимаетесь военной историей, да? Занимался. Ну и сейчас занимаюсь, естественно. А куда от нее отойдешь? Позвольте чуть-чуть окунуться в 20-е линии. Котиворечивый наш. Есть у нас тогда плодоведая писательница, я считаю, и мистика, мы еще как-то считаем. Ольга Грейк. Например, она написала книжечку «Оддельная история Адмирала Колчака». Не доводилось вам читать? Нет, не доводилось. Но что, собственно говоря, в данной ситуации ко мне? Мое мнение о Колчаке? Ну да, будем так посредственно читать. Хорошо. О Колчаке сейчас мифов сложилось очень много, на мой взгляд. Даже наш губернатор Полежаев поучаствовал в создании фильма «Адмирал». Но так как Полежаев – это ревностный сторонник возрождения христианства, то ничего другого он, собственно говоря, предложить не мог. Изобрел такого самого «Адмирала» без «Сребренника» и так далее, при этом убрав практически из фильма все, что касается событий действительных того времени. Это все личные отношения его и его любовницы, не более того. Хотя и там много чего достаточно не точно обозначено. Что я хочу сказать о Колчаке? Колчак, как специалист минного дела, да, действительно, он заслуживает внимания. С точки зрения военной, с точки зрения управления людьми у него серьезного опыта не было. Он очень быстро проскакал должности, до «Адмиральского» в том числе. И успешное участие его в войне на Балтике, оно обуславливается не тем, что там какие-то были сражения. Нет. Просто адмирал Эссен, который командовал Балтийским флотом, был достаточно хорошо подготовленным военным и правильно определил, где немцы смогут осуществить рейд крупной эскадры и высадить в районе Риги десант. Поэтому он распорядился выставить минные поля в Рижском заливе, около Маанзунских островов. Вот. И эти поля выставил как раз Колчак, но боевых действий в этот период никаких там не велось. А потом немцы предприняли попытку прорыва к Риге, и целая эскадра, так сказать, попала на эти минные поля. Они потеряли несколько кораблей, транспортов и вынуждены были вернуться. Но какова роль начальника, который просто выполнил приказ другого? Того, кто предвидел развитие событий? Она, в принципе, не такая уж высокая. Но именно это послужило для тех, кто крутился около Николая, выдвинуть Колчака на вышестоящие должности, присвоить ему адмираловское звание, и все остальные события пошли по-другому. Сам же Колчак по своему психологическому типу – это человек помпы, это человек показа, это человек сыграть на публику. И когда он был назначен командующим Черноморским флотом, он практически развалил флот. Он до того распустил личный состав, что к моменту совершения революции уже там, на кораблях Черноморского флота, никто никому не подчинялся. Это его деяние. В общем, дело дошло до такой степени, что службу на кораблях практически никто не нес. В результате был подорван линкор императрица Мария, который только-только был спущен на воду. Поэтому последующий его перевод в качестве начальника дипломатической миссии в Великобританию, ну, тут уже как бы царь вынужден был это сделать, потому что дальше такое терпеть нельзя было. Разваливался флот, матросы вышли из подчинения офицерам и прочее, но выправить новый начальник не смог по простой причине. Времени уже не оставалось. Революция грянула, и потом матросы Черноморского флота просто-напросто своих офицеров перебили, как известно. Но это результат работы Колчака. Это первое. Будучи в Великобритании, его задача была добиться поставок военных в русскую армию. Но дело в том, что добиться ему не удалось. Союзники деньги взяли у царя, а поставки закрыли. Он вынужден был уехать в Америку, где тоже вел эти переговоры, но тут уже совершилась Октябрьская революция, и в принципе, так сказать, договор дальнейший свелся к одним простым вещам – к торгу между американцами и Колчаком. Именно в советское время, кстати, между прочим, печатались кое-какие вещи, касающиеся этих договоренностей. Его поддержали союзники как верховного правителя, так бы его кто признал. Там более заслуженных генералов было в Белой армии предостаточно. Алексеев был, начальник штаба русской армии. Дин Ейкин был, один из виднейших командующих и так далее. На сухопуте воевать, а кто такой? Морской, извините, офицер. Ну пусть он адмирал, но он в этом абсолютно ничего не смыслит. Кто бы его в верховный правительство записал, по настоянию союзников, его и назначили, потому что американцам он пообещал сибирские месторождения, сырье и так далее сдать на 99 лет в концессии. Так что в этом плане его роль известна. Что касается как военачальника, он полный профа. В наступлении 19-го года было спрограммировано так, что самая сильная армия Чехословакии и добровольцы, которые были у Колчака, были направлены через Пермь в сторону Архангельска на соединение с англичанами. Что там делать в болотах было? На Москву надо было идти. В то же время армия Ханжина, которая шла на соединение с Деникинскими войсками, она была до крайности ослаблена. Ну как, о каком уровне верховного командования можно говорить? Вот Красные разгромили в начале армию Ханжина, а затем погнали Чехословаков на восток, которые, поняв, что василить не могут, сели в поезда и двинулись на Дальний Восток. Естественно, и сама судьба Колчака в этих условиях, как она должна была сложиться. Трагически, потому что его практически перестали поддерживать все. А после того, как он объявил мобилизацию в Сибири и ввел ту же самую продразверстку, из-за которой прекрасных восстали лакрестьянство сибирское, то и против него восстала вся сельская местность. Только железную дорогу удерживали его войска. Поэтому в данном плане сейчас много мифов пускается, такого благостного деятеля Отечества, который, естественно, таковым не является на самом деле. Спасибо. Пожалуйста. А еще вот в одной из своей книги писали о неких тоннелях, которые под землей проходят объект каких-то уникальных свойств, в том, что там расстояние между стенками на большом расстоянии, там чуть ли не калибрится в миллиметр, это у вас было написано, да? Ваших книгах? Нет, вы, наверное, спутались с моим однофамильцем. Был еще Демин Валерий Никитич, он писал на эти темы и так далее. Я упоминаю кое-где, но это касается Омска, Асгарда, как такового. Но я этому не придаю особого значения, почему? Потому что здесь надо все-таки найти, как бы провести определенные археологические исследовательские работы, чтобы выйти на эти вещи. И если я что-то пишу, я опираюсь на конкретные археологические находки, как вот, например, по Батаково, у нас в Омской области, это примерно 150 километров, там урочище есть, на котором был раскопан город, мы его называем Вендагардом, и там металлургические печи, две были обнаружены, которые варили сплавы. Вот. Поэтому вот на это я опираюсь, потому что с этим я непосредственно как бы знаком. Ездил на эти раскопки, на некоторые другие, на которые ездил, те упоминаю. Поэтому в данном плане мой подход несколько иной. Какую-то вот сенсационность, с которой я не знаком, я не стараюсь вводить в свои книги. Пожалуйста. Многие авторы, в том числе Петербрат, как бы определяют пришедшими нас из космоса вот ваше отношение к этой теории. Вообще откуда они появились? Здесь же несколько дарвинистской теорий, здесь космологическая теория. Ну в данной ситуации я себя больше отношу к староверам, и соответственно источники, которые имеются у староверам, я больше вот к этому тяготею. Поэтому в данном плане... Староверов христианских нет, есть старообрядцы. Они тоже себя староверами называют? Нет, они не называют себя староверами. Я встречался со старообрядцами на Алтае, и уверяю вас, они четко знают, кто они такие. Нет, местные говорят староверы. Ну местные, я не знаю, какие у вас тут местные, я знаю тех, с кем я встречался. И в этом плане старообрядцы, старообрядцы, это христиане, и у них книги, так сказать, более древнего, чем никоинянские планы. Я их видел, так сказать, знакомился, даже пролистал некоторые. А староверы, это совсем другое дело. Это дохристианское все мировое. Это называемые индии, да? В том числе. В том числе. Вот правильный ответ был сделан. В том числе. Да, пожалуйста. Ну правильно, Аннский союз там существовал до 602 года. Потом его авары разгромили, он распался на нескольких племен. Поляне, поляне Днепровские, поляне Вислинские и Древляне. Вот что там осталось. Народ не был уничтожен, как некоторые считают. Вот ссылается на летописи христианские. И там погибыша Аки Обрия. Понимаете? Да так не бывает. Если нападают на народ, кого-то, конечно, убивают. Кто-то уходит. Кто-то подчиняется. И, соответственно, остается на своей земле жить, но только в подчиненном состоянии. И в этом отношении с Антами такая же история и произошла. Что касается Киева, 430-й год его возникновения, пока эту дату никто не оспорил. Не знаю, может быть, есть какие-то источники, что он был раньше или позднее. Но пока я с такими источниками не встречался. И в этом отношении, как бы, говорить о других Киевах, да, есть наметки, но они очень далеко от нынешней Украины. Часто это уже сейчас измененные названия. Это было на Кавказе, это было в Малой Азии, это было в Дворечии. Но отношение это, вот, к нашей, как бы, истории имеет, ну, маленькое отношение. Поэтому тут надо исследовать, накапливать источники, только таким образом можно это видеть. Пожалуйста. А какова по вашему степени достоверности прихода руссов с острова Рюген? Никакого. Никаких. Кстати, между прочим, на Рюгене жили абодриты. Абодриты имеют свои корни от македонского войска. Они приплыли по Волге, на север сплавились через Ильмень, затем Балтийское море и заняли этот остров. Затем прилегающую местность отбили уготов и стали там жить. Потом Бодричами стали и вместе с Лютичами под давлением Гота уже отошли на территорию нынешней Белоруссии и Литвы. И дали потомство вот этим народам. Так что вот так. Литовцы, вот, в частности, как раз это четко прослеживается даже в фамилиях. Бразаускас там. У греков сейчас названия какие? Ну, это вот по этой линии еще идут. Пожалуйста. Как вы считаете, Куликовская питва была или не была? И кто, с кем воевал тут все-таки? Шла гражданская война в державе. Мамай на одной стороне, на другой стороне московские войска, собранные с других княжеств тоже. Вот, сражались. Хотя все относились к державе. Держава называлась Гранд Тартария. Гранд Тартария. В этой державе существовала и Московия. Но так как в то время ситуация изменилась несколько, и Темник Мамай решил создать свое самостоятельное государство, отделившись, отделиться от державы. Вот здесь и завязалась коллизия. Когда держава поддержала претендента Токтамыша, в том числе и при помощи Тимура, его поддержали. Вот. Москва тоже выступила на стороне сохранения прежних отношений с державой. А Мамай, естественно, из этой коалиции выпадал. Ему нужно было решать, что или опять подчиниться, либо создавая свое государство, нужно было воевать и с Москвой, и с Тартамышем. Вот он выбрал вначале противником Москву, соответственно. Ну, потерпел поражение. Хотя должен сказать, что кроме Тюрок там было немало, не словами, славян-тартаров, и черкасы тоже славяне, тоже там были. Целая тьма их была. Тьмен целый. И они первые полегли, столкнувшись с московскими ратниками на поле боя. Что, кстати, между прочим, позднее отразится в период правления Ивана IV, когда он приблизит себе черкасских князей. Даже они будут учиться в Москве и так далее. И вот эти черкасские князья выступят на стороне репрессий Ивана IV против ведущих московских родов, которые будут при нем практически почти все уничтожены. Так что в этом плане тут очень такая многоплавная и интересная коллизия. Там еще разбираться и разбираться надо. Ну, пожалуйста. А кто из вас прав? Левашов пишет совершенно другое. Гран-тартария, он ссылается на энциклопедию Британика, называет ее совершенно отдельной частью державы. Называет монгольская тартария, тибетская тартария, китайская тартария, Индостан и прочее, прочее. Кто из вас прав? Вы-то откуда берете? Так. Вот это, кто из нас прав, я на ваше усмотрение оставляю. Читайте. Вы-то, вы-то откуда. Читайте мое, читайте его. И выбирайте для себя, кто вам ближе. На Британику и на какие-то древние тартарии. Вы откуда это делаете? Что вот Гран-тартария, а что это входило туда? Ну, не входило туда. То же самое пишет Левашович. Я вам хочу сказать в этом отношении, что вопрос. Я исследовал источники и пришел к определенным выводам, которые я изложил в своей книге. Мой анализ вам не нравится? Ну, берите точку зрения Левашова. Если вы посчитаете его более правым, я не буду возражать. Не разница. Не разница. Противоречий нет. У Фоменко и Носовского есть версия, что Куликовская битва произошла рядом с нынешним Кремлем. Сравнительно неподалеку. А не в том месте, где установлен обелиск этой битвы. Что вы думаете на этот счет? Насколько это достоверно? Вообще достаточно много они говорят об этом. Понятно. Я не согласен с Фоменко и Носовским. Почему? По простой причине. Потому что под Москвой сражений проводилось очень много. 1521 год. 1541 год. 1572 год. 1591 год. Поэтому притягивать Куликовскую битву именно к этим вещам, абсолютно не рекомендую. Это им надо было разобраться с этими делами. Иногда они говорят, вот там на Куликовском поле ничего не раскопали. Ну да, есть такая версия. Да. Это тоже очень такое притянутое обоснование. Притянутое, да, обоснование. По простой причине. Потому что оружие в то время ценилось очень дорого. А как известно, войско Дмитрия Донского 7 дней находилось на этом поле. Оно не только собирало раненых, но и собирало и оружие. Оттуда все было вывезено. Только потерпевший поражение не может ничего с собой везти. Он бежит. А победители всегда устраивают еще и тризну. И в то время, когда христианство еще, извиняюсь, было постольку поскольку в Москве, то там эта тризна еще была, когда на кострах сожгли всех убитых. Поэтому в данном плане, вот мой вам ответ. Благодарю. Еще маленькое дополнение по поводу русских. Есть версия, что русские это русские. Это Данилов, по-моему, об этом говорил. Да, понятное дело, что такая трактовка есть. Но дело в том, что... Но это и тоже правильно, частично. Ну да, подтверждает ваша версия относительно русских, как этнического. Да, дело в том, что там же население какое-то было. И что оттуда, вот когда пошли, вот они и были русскими. Но дело в том, что над теми, кто был в Киеве и в прилегающей местности, они-то русам подчинились. И отсюда этноминем, по словам, чьи вы русские, то есть русам подданные. Это более правильно. Как бы та догадка, но она такая вот... Обоснования такое никакое. Потому что никаких русов до прихода русов туда в Киеве не было. Понял. Вот в чем дело. Так, кто-то еще там поднимал руку? Пожалуйста. Даты, события. Как вы оцените дату 4 ноября? С нынешней позиции почему она введена? Или... Нет, именно вы как? Оттуда есть? Оттуда? Ну, я хочу сказать, что когда сейчас говорят, вот тогда было единение, такое большое, но я, поисследуя в образовании и крушении Российской империи, такого единения не нашел. По простой причине. Более или менее какой-то подъем был, когда вот Липунов поднял всех, чтобы выбить поляков. Тогда и ополчением было 100 тысяч. Это был действительно всенародный подъем, но дело в том, что на воодушевлении победить невозможно. Надо еще и уметь воевать. И поэтому, когда интересы казаков, Трубецкова столкнулись с интересами ополченцев, и в частности Липунова, и его претензий на верховную власть, вот тут-то оно все и рассыпалось, это ополчение. И потом долгое время ничего не могли сделать. Никто ничего не мог сделать. Гермоген призывал, так сказать, к своим землякам, обращался очень много в Нижний Новгород в частности. И они действительно как бы вот тоже инициативу подхватили. К ним присоединился Пожарский. Но ополчение, которое было собрано Пожарским в Нижнем Новгороде, в начале оно ушло всего 10 тысяч человек. Оно ушло в Ярославе, где пополнилось, но тоже оно было небольшим. Всего 30 тысяч человек. И вот это 30-тысячное ополчение пошло к Москве. Но опять столкнулись интересы казачества, а казаки Трубецкова, они сторожили поляков, чтобы те не могли уйти из Москвы. Хотя и их победить не могли, потому что возможностей таких не имели. Но в то же время и не давали им уйти. И вот когда это ополчение подошло, там еще долгое время шли непризнания друг друга. Пожарский даже на довольствие казаков не стал ставить. А казаки, кроме, извините, если ополчение, оно могло питаться за счет земств и дворяне за счет своих поместий, то у казаков-то какое довольствие было. Им нужно накормление было села давать. А их давать перестали, они голодали, отказались совместно действовать, сидели, пока Хаткевич Гетман не подошел с польским войском. И даже на первом этапе сражения казаки в сражение не вступили. И уже когда увидели, что еще напрут поляки, и ополчение это будет разбито, вот тогда они кинулись в драку и спасли это ополчение. Хотя об этом никто ничего в официальной науке не пишет. Понимаете? Поэтому ситуация была очень такая нехорошая. Но потом, благодаря тому, что Пожарский затем согласился поставить казаков на довольствие, и казаки действительно включились уже в штурм в начале Китая, города, а потом и Кремля. И именно они ворвались первыми туда. Казаки. И если бы не дворянство, то вот этих изменников московских казаки бы вырезали. А дворянство их спасло. Им Милославский туда сбежал со всеми своими предателями. Там дворянство замирилось. А когда избрали уже Романова, опять же при помощи казаков. Казаки на этом деле настояли. Потому что Романовы крупные денежки дали им за это дело. Потому что казаки хотели на службу, и Романовы службу эту пообещали. И дали им выплату определенную. И они проголосовали за Михаила Романова. И на свою голову обрели известные беды. Потому что сразу же после прихода власти, буквально, против казаков началась настоящая война. Которая длилась до 1619 года. Так о каком, извините, мире или единении можно говорить? Это ложь. С точки зрения тех прошедших событий. Яков Михайлович Свянов это продолжил очень успешно. А это уже, само собой, это тут уж какие разговоры. Ну а сейчас, ну сейчас нынешней власти, конечно, нужно, ей очень хочется, чтобы единство народа было. Но как его достичь, когда основная масса населения страны нищая, а другие жируют, как во время чумы, да? Первое время чумы. И даже дело доходит до подобных катастроф, как в Перми, то... Ну о чем речь? Достичь этого очень трудно. Поэтому мало назначить какой-то день определенным праздником. Надо для этого очень много потрудиться, чтобы такое единство состоялось. Спасибо. Значит, у нас время почти ограниченное. Поэтому сейчас у нас почти заканчивается все, что здесь было. И я бы здесь хотел добавить некоторые моменты, которые здесь вот задавали по вопросам. Происхождение человека и какую бы литературу почитать. Из того, что сейчас предлагал Валерий Михайлович, это одно. Я, со своей точки зрения, я, Ивашенька Анатолий Викторович, профессиональный врач-риетолог, объясняю, что вот эти вещи можно почитать в книжках, которые бы для вас более как-то бы конкретно сфокусировали формирование той мысли или идеи изучения чего-то. Первое, что вот здесь у нас по фундаментальным наукам существует, к которому я вас попросил обратить внимание, это, по крайней мере, заглянуть в труды Вернацкого. Вот все самое интересное, что у нас в Союзе эти труды в школах не преподносят. Это наши умы, это наши звезды, которые, по крайней мере, дали какую-то оценку того, что их представляет нас земля. Это вот Вернацкого. Второго, который я вам предложил, и куда бы мы могли окунуться и посмотреть, как происходит хрональность всех событий, выстраенных на любой территории, это Чижевского, который дал оценку всем событиям через солнечные циклы. Более доступная книжка, которая существует в этом плане, на бытовом уровне, это книжка, выпущенная новосибирским издателем в 1986 году, называется «Ритм, ритм, ритм». Там собран почти весь мировой наблюдательский эффект в этом отношении. Ну, вот три вот таких книжечки, которые бы немножко дали вам модель воспринятия определенных знаний или событий, которые берутся в разных книжках. Или разными авторами. С их точки зрения. Ну, у них модели, изучающие уже практические исследования, которые показывают определенную фундаментальность вот этих событий. Еще у меня один такой ответ есть. У меня есть предложение к вам выйти на сайт и посмотреть, если она еще там осталась, книжка такого автора Белых Сергея Неподистовича. Он создатель физики планковской. Так и называется планковская физика. Если кому-то удастся выйти на этот сайт и посмотреть его книжку, там излагаются совершенно новые каноны в спектрах золотых сечений физических канонов или их явлений. Поэтому вот та физика, которую он предлагает, она очень хорошо раскрывает сознание. Потому что многие ответы, которые мы ищем в разных социальных или других каких-то явлениях, они там обозначены четко. С этой точки я просто могу привести пример, чтобы все здесь понимали. Когда где-то вы видите изучение или предложение каких-то фильмов или книг с изучения пространства и времени, то чаще всего ссылается на время как какую-то живую единицу. Так вот, чтобы было вам понятно, время это примерно такой же метр у любой портники, которым она владеет. Время это мера измерения пространства. И ничего другого здесь не существует. Если где-то в каких-то теориках или каких-то изложениях попадается изучение времени в какой-то живой форме, я просто бы вас попросил не принимать эти формальные знания. Можете сами 10 раз перезадаться и ответить себе, что такое время. Мы в свое время занимались большим изучением законов пространства. И там, где здесь всегда добавлялась приставка о времени. Когда был такой Козырев-физик, который занимался временем и это время переносил на разные планеты и на их свойства, как живую материю. Но здесь я вам поясняю очень четко. Время это мера, измеряющая пространство, и не больше. Вы советуете читать Козырева, а не как? Козырева? Нет, просто знакомиться, как он выходил на это мышление. Но понятие времени у него совершенно неверное. В данной ситуации у старовера есть такое понятие СИК, откуда идет сигануть и все прочее. Так вот СИК – это 30 колебаний электромагнитной волны цезия, атомов цезия. Это измерение времени, это измерение процессов в пространстве. И наши глубокие и далекие предки прекрасно все это знали. Просто мы забыли с вами. И пользовались. И пользовались. Ну а где почитать тогда времени? Какой книгой времени? Я вам сейчас только сказал. Если вы сможете выйти на творческую физику автора Сергея Белыха-Неподистовича... Почитайте, я ее читал, прекрасная книга, дает очень... Да вам очень много все... Кстати, и мне она дала толчок. Вот даже в подготовке книги «Славянское миропонимание» я там в этом плане ссылаюсь. Потому что он дает им меропонятийные кое-какие вещи, выкладки есть у них. Пожалуйста. Время, мне кажется, вопрос такой. 2012 год, староверы об этом-то говорят, нет? Есть ли? Говорят в «Славянском миропонимании», мы там записали, что в этот период как раз будет очень мощное изменение в сознании людей. В какую сторону? Что человек накопил. Каждому свое. Каждому свое. Накопил плохого, вот будет плохие поступки совершать. Хорошее будет дальше развиваться в этом плане. Ты не знаешь? Излучения, излучения меняются. Космические. И они очень мощно уже воздействуют в этом плане. Я бы, например, по поводу катастрофы в Перми еще мог кое-что вам сказать на эту тему, но это другое место и в другом деле. Поэтому в данном плане вот это как раз то, что там произошло, это говорит о чем? Активизация энергии земли нарастает. А люди никак не хотят отказаться от дурных привычек и хотят жить в мире удовольствий, наслаждений и так далее. И земля уже им за это мстит. Они даже когда все загорелось, еще восхищались. Понимаете, насколько искривлено сознание людей. Вот эти пораженные цивилизацией, вот они себя и обрекли в этом отношении на гибель. Поэтому вы к этому относитесь серьезно. И готовым быть, ну это надо вникнуть, в том числе в те знания, которые и староверы дают. И мы вот даем, потому что это же тоже идет подготовка. Ведь интерес к славянской теле, к прошлому нашему, он появился-то совсем недавно. И кое-какие источники появились, и книги появились на их базе. Это подготовка. Но в этом отношении масса людей оказывается с этим делом незнакомы. А власть придержащая этому препятствует. Результат, конечно, будет не очень хорошим для большей части людей. Пожалуйста. Валерий Михайлович, вот Вы говорили, что там канадский какой-то предсказатель. Рекорде. Да, ну это сейчас не столь важно. Ну как, говоришь, что в 17-м году он нас уже как Россию не видит. Он через 10 лет говорил в 2006-м, в 16-м году. Тогда как вот эти вот моменты сопоставить? Переход великий, то есть изменение сознания, энергии и все. И вот эти вот моменты. То есть получается... Преобразование, скорее. То есть он выдает желаемое за действительное. Или все-таки вот этот вот переход, он может изменить ситуацию в Курне? Я не исключаю, что Рик Орди, в принципе, делал свое предсказание на тех, как бы, ну, решениях, которые имеются на Западе. По поводу расчленения и разрушения России современной. Вот именно это я имел в виду. И в этом отношении, это с начала Холодной войны в 1949-м году, когда была... В 1948-м году, когда была выпущена директива Совета национальной безопасности США 20-1 от августа 1948 года, И потом эта директива дополнялась многими другими. Затем эта же директива, она как бы дополнилась высказываниями и Кандализы Райс, и Мадлин Олбрайт, и Бжезинского в этом отношении. Там все эти институты работают именно на это дело. Поэтому иллюзий питать на этот счет не стоит. Существуют по этому поводу планы, и они с железной последовательностью осуществляются в жизни. Другое дело, что наши люди об этом мало знают, но и власть, придержащая, не слишком, так сказать, на это дело реагирует. Вот это, к сожалению. Еще в очень многих источниках, сейчас особенно в интернете, рассказывает информация, что в Америке русских призывают к службе, что там в каждой дивизии, по-моему, точно не помню, что обязательно, чтобы русский служил. И, опять же, во многих интернет-источниках не исключают военную развязку событий, захвата России. Причем, исходя из состояния нашего именно ядерного потенциала, что самый слабый ядерный потенциал приходится как раз на 2010-2012 год. То есть у нас сейчас, по сути, сатаны нет, остались только тополя и как бы и то те радиолокационные установки, которые есть у Америки, те спутники и так далее. То есть, в принципе, немного ракет, так сказать, долетит. То есть, как Вы видите, возможно ли на самом деле военная развязка этих событий? Я отношу эти сроки на 2014-2016 год. Потому что именно к этому времени выйдут из боеготового состояния системы сатана и стилет. У нас останется только тополь, который, в принципе, ну, как бы сказать, по количеству боеголовок не будет соответствовать уровню сдерживания вероятного противника. Астана разве еще есть? Причем. Есть, есть еще. Есть, да? Причем. Есть еще. И причем у противника к этому времени появятся очень эффективные, высокоточные крылатые ракеты с большим радиусом действия. Если сейчас этот потенциал у американцев в основном обозначен ракетами с дальностью до 600 километров, то сейчас они запускают в серийное производство ракеты с дальностью действия 2,5-3 тысячи километров. И тогда практически со всех морских направлений вся наша территория, и в том числе со стратегических бомбардировщиков, будет расстреливаться вот этими системами. И необходимости применения межконтинентальных баллистических ракет, она просто отпадет у американцев. Вот почему они очень так настойчиво, настырно навязывают нам очередное соглашение по сокращению стратегических наступательных вооружений, потому что они хотят получить одностороннего преимущества в совершенно других видах вооружений. А здесь мы с ними сравняться в обозримом будущем не в состоянии. А как это 12-й год? Ну 12-й год это же связано с концом времен. Конец времен староверы считают конец времен для темных и начало времен для светлых. По сути, это развода из воензии. Вопросы. Одно другому не мешает? Одно другому не мешает. Одни процессы наложатся на другие. Вот как кризис подстегнул движение в сторону предсказания, я заметил. Раньше я, например, считал, что Китай может претензии свои предъявить после 2020 года. Сейчас я уже думаю, что эту ситуацию надо сдвигать на 2014-2015 год. Поэтому в данной ситуации... А события 2012-го, они просто еще ускорят этот процесс. Вот так. Одно другому не мешает, но для человека абсолютно прав. А у вас есть свой сайт? Нет, нету. Нету, да? Нету. А почему вы не делаете? Ну, просто так. Мне тяжело работать на компьютере. У меня, в общем-то, давление достаточно высокое. И когда я сажусь за компьютером, я не могу мыслить. Мне надо писать. Вот я написал. А зачем двойной работой заниматься? Вначале написал, а потом компьютер набил. Мне легче написать, потом отдать, кто-то напечатает. Вот и все. Вот так я работаю. Вы не хотели бы печататься в энциклопедии русской цивилизации? В энциклопедии русской цивилизации? Ну, надо познакомиться просто. Так вот сразу... Главный редактор Олег Платонов. Это вы? Главный редактор Олег Платонов. Ну, понятно. Ну, познакомиться вначале надо, поговорить, потому что я уже с несколькими издателями, как говорится, контактировал и пришел ко мнению, что это люди особого склада, часто с претензиями и иногда лезут в работу автора очень серьезно. Я бы хотел так, чтобы это было, как бы, мои условия соблюдались, а иначе зачем время терять? Либо договариваемся, либо нет. А так вот, хочешь или не хочешь, это не вопрос. Хочу, конечно. Чем больше издателей предлагают таких предложений, тем легче, как бы, свои условия соблюсти. Это безусловно. Но это надо разговаривать. Пожалуйста. Валерий Михайлович, вот есть такие, понимаете, еще одни поклонники. Это то же самое, как старая вера или нет? Или это, как бы, другая, скажем, вера? Не совсем. Дело в том, что на определенном этапе единая веда, она начала, как бы, дробиться. Вот уходили от главного жреческого центра, который был в Асгарде, на запад, на юг и так далее, и начинались отпочкования, так называемые образовывались верви. Поклонники там, Цветовита, в другом месте Перуна, в третьем месте огнепоклонники, в четвертом месте там еще каким-то богам. То есть начинался переход к единобожию. Он вот таким вот ползучим методом шел. И то, что потом христианство пришло и быстро завоевало оппозиции, это тоже было связано с этими деструктивными моментами. Поэтому это одно из ответвлений славянского миропонимания, но уже искаженного плана. Понятно? Ну, еще раз благодарю вас за то, что собрались. Я думаю, с пользой друг для друга поговорили.